Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я высаживаю огурцы для арки. И хочу специально отдельное видео снять про эти кассеты. Когда у меня спрашивали, а как вы вытаскиваете, как вы будете вытаскивать, я еще об этом не задумывалась, потому что первый раз использовала вот такие маленькие кассеты на 10 штук. И я при покупке, если честно, не обратила внимания, что здесь маленькие дырочки. Мне они очень не понравились тем, что действительно выемка рассады затруднительна. Я сейчас вам расскажу, в чем проблема и в чем разница. И когда вы будете покупать кассеты, вы посмотрите внимательно в магазине, хотела сказать, в огороде. Я до этого всегда пользовалась вот такими кассетами. Смотрите, у них объем такой же, как и у этих. Но мне вот такие большие кассеты в этом году не пригодились. Я решила ими больше не пользоваться, потому что на продажу не стала выращивать рассаду. Для себя я думала, что мне 2-3 кассет вот таких хватит, 10 ячеечных. И эти кассеты мне очень нравились. Вы видите, здесь вот в прошлом году у меня рос перец. Никогда с выемкой проблем не было. Почему? Потому что здесь вот такая большая дырка под палец человеческий. Я уже показывала, как я вытаскиваю. Я вот просто их сейчас достала, я их уже выбросила. Ну, как отбросила, решила, что не буду в них больше высаживать. Смотрите, когда здесь сеянница находится, достаточно снизу, как показать подобное, да, достаточно снизу пальчик раз туда засунуть, ну, хоть такой. У меня залазят все, и мизинец, и указательный. Раз, подтолкнешь туда этот земляной комочек, и он как бы выскакивает. И потом уже можно за стволик взять и выемку сделать. Я почему-то думала, что эти устроены точно так же. Они же друг в друга вставлены, и я, если честно, вот заднюю часть не стала смотреть. Смотрю, объем такой же, все прекрасно, я насеяла. И только сейчас, когда мне нужно было делать выемку вот этой моей рассады огуречной, я поняла, что вынуть-то их невозможно. Здесь только две маленькие дырочки для стока жидкости. Для того, чтобы вот так вот нажать туда и как выдавить вот эту вот формочку, этот куличик, тут нет никакого приспособления. И это значит, что вот эти кассеты одноразовые. Вот те, которые я показывала с большими дырками, я ими пользовалась около 6 лет. Представьте, 6 лет я выращивала там огромное количество рассады каждый год. Они целые, их достаточно помыть в конце сезона. Снова я мыла их, снова укладывала, все. Эти одноразовые, это значит деньги на ветер. Вот смотрите, может быть я что-то тут упустила в этой конструкции, может быть я просто не умею вытаскивать из таких. Но там, когда снизу нечем подпихнуть, подтолкнуть, мне пришлось эти кассеты прямо разрушать. Ну как, вообще разрезать? И только тогда вот этот вот куличик мой. Сейчас, подождите, достану. Ой, да и так его никак не достать. А тем более огурцы, они, вы знаете, что они пересадку переносят крайне нежелательно. И очень-очень сложно. Вот для того, чтобы достать эту формочку с огурцом, мне пришлось все эти кассеты разрезать. Я не знаю, кто как вытаскивает их из кассет. Я точно такие кассеты больше покупать не буду. Я лучше разрежу те с большими дырочками порционно, по 10-15 штук было. Ну, чтобы они были маленькие, мне не надо просто там такой большой объем и все. Я вот вам рассказала, что если дырки внизу большой нет, в которую можно надавить пальцем и чтобы она выскочила, то, скорее всего, эти кассеты вы после первого применения выбросите. Но вообще это не очень выгодно. Я люблю по много лет использовать одни и те же емкости. Просто все моем, стираем, укладываем. Все вот эти подручные наши материалы. Потому что если кто выращивает много, каждый год покупать кассеты, выбрасывать, этот денег не напасешься. Вот все. Почему мне не понравились эти кассеты? И узнала я об этом только тогда, когда начала вынимать. Я думала, что все кассеты приспособлены для такой облегченной выемки и для многолетнего использования. Все.